Все-таки, будем ли мы смотреть третью карту или нет? А Немига говорит, нет, пацаны, вы с респауна не выйдете! И уже выбивает бомбу в пистолетном раунде, подпушив мид. Так, ну это еще не конец. Мэджикс продолжает сбривать голову оппонентов, забирает бокса, МДС. Минус мир, не дает миру пройти по длине. Ладно, после окончания пистолетом скажу, Джи Йо продавил сам Де Янга. Так, ну и, собственно, пистолеточку забрали, Джи Йо ставит точку, наказав Мэджикса. Как-то это было легко, да? Да, 1-0, Немига, нежданно-негаданно, да? Вроде бы не особо верили наши аналитики. Ну, конечно же, взятый пистолет на раунде тебе еще ничего не гарантирует. Тем не менее, вот знаешь, ты говоришь, как можно охарактеризовать все происходящее на втором дедасте. Грядущее. Сделывали Немига домашнее задание, потому что спирит и сделали. Вот видна была работа на мираже, и главное, она вылилась в положительный результат, а именно в выигранную карту соперника. Так, быстрый проход у нас на ЗИК, хаешечка, достаточно удачная. Также есть Молотов. Ой-ой-ой! А вот это было опасно. Волипоп попытка исправить ситуацию. Забрал двоих, а дисболонтчоппер погибает. Ну что, последний Виктор. Виктор! Сам Тайонг! Потеряли двоих здесь ребята из Немиги, но это было чисто эко с глоками. Там, по-моему, какой-то пистолет был недефолтный у кого-то из Спирит. Ну и все. Покупает сейчас команда драконов. Есть скаут у Айдис Баунса. Ну и нормальный набор по гранатам. Прежде всего, давайте смотреть, что будет делать Немига в обороне. Занимается быстрая длина. Там летит смок на старт. Флешечка. Даже это не на старт. Вот такой вот смок, который перекрывает Вижен. Открывается бокс абсолютно слепой. Падает также Лолипоп. Не очень удачное занятие длины, однако залил все-таки Спидаг в двух. Сделал два минуса, но этого не так много. Два в три меньшинство для Немиги. Кстати, обрати внимание. Ага, я думал, это кто-то завис у Спиритов на первом спауне на Титанике. Чоппер завис. Чоппер завис, но завис так, что поднаказал опорника базы Б, который поджал верхнюю Т-шку. Ну, собственно, и отъехал. Друзья, Джио один против троих. Минута времени в распоряжении Спирит, но эти парни торопиться не будут. Вот пошла откидка девайсов тоже, в принципе, правильно. Но мы видим, что у Джио на руках Мка и Молотов. Давайте уже, наверное, смотреть на следующий раунд. По деньгам все очень нерадужно для команды Немига. Спириты заходят на Аплэнд. Установка пакета, конечно же, будет. И Спирит с большой вероятностью выиграет первый для себя раунд в атаке. Что мы видели? Мы видели убийство на длине. То есть, если смотреть на мини-карту, там три игрока Немиги сразу же полегло. Ну, как сразу, да. То есть, был еще размен от Спидака, мы отмечали. А Джио идет брайтраунд? Или это же все-таки попытка сделать экзит фраги? Ну, есть диффуза. Может быть, это будет геройский какой-то диффуз? Нет, скорее всего, героический сейв. Героический сейв в попытке отжать кого-то из оппонентов. Ну, если, конечно, кто-то загуляет. Ну, смог есть также. И диффуза есть. Ну, вот если идти, брать раунд, то сейчас где-то. Ну, уже, наверное, даже поздновато. Да, была попытка подловить, но очень, скажем так, аккуратно и правильно спириты покидали позиции Апланта. 2-1. Драконы берут первый раунд на втором додасте. Это уже хорошо. Полетел дроп Лоллипопу. Бокс покупает Скаут. МДС Фамас. Ну, и спидаг, вероятно, будет брать МП-9. Или нет? Да, МП-9. У него армор. Гранаты есть. Ну, такой будет бай достаточно боевой. Три игрока у Немиги идут в сторону базы Б. Ну, и уже пострадал немножечко бокс. Он тут стреляется с айдисбалансом. Но этот парень очень и очень хорош со снайперскими винтовками. Ну, и в том числе со Скаутом. Бокс. Тонкий момент. Он решил все-таки дальше не перестрелиться. Айдисбаланс забирает такие бокса. Ну, ему сегодня не везет. Бокс искал просто эту смерть. Ну, согласись. Знаешь, я же говорю, у него какая-то роль. Он должен найти этот entry frag. Любой ценой. Какая-то миссия жизненная. Но она пока что не выполняется в полных объемах. И бокс оставляет свою команду в меньшинстве. А ведь это был форс-раунд. И после того, когда тебя прострелил Скаут первый раз, ну, можно было задуматься как-то после его, но действовал агрессивно. Максимально агрессивно. Spirit занимает Short сейчас. Возможно, мы увидим раскидку Аплента. Так. Да, уже проход. Там А полностью отдано на съедение команде Spirit. Ну, и сейв, наверное, да? Ну, да, нужно сейвить. Здесь ловить нечего. Ну, и еще Боря отрежет здесь middle. Да, все перекрыто. 2-2. Да, это 2-2. Нимига действительно сохраняет свое оружие. Выбора у них немного. После того, как и потеряли бокса. И было видно по позициям, что достаточно пассивно они отыгрывают по направлению к Апленту. То есть Spirit здесь тоже дисциплинированно должны уходить на сохранение. Так-то у самих тоже в случае смерти с деньгами могут быть проблемы. А битва здесь предстоит тяжелая. Ну, скажем так, драка ни за что. Была бы снайперская винтовка, наверное, было бы, что бояться и действительно выбивать. Тут таковой нет. И ты по-прежнему, ну, скажем так, комфортно себя чувствуешь, сохраняя свое оружие в первую очередь. 2-2. Временная ничья на втором дедасте. Ну, и в этом раунде драконы постараются выйти вперед. Это вот Немиги надо просыпаться. 2-15 от наших друзей при матч на победу белорусского коллектива. 1-65 на победу драконов. Баннер по трансляции. Конечно же, бонус на первый депозит 100%. Так и есть. Абсолютно правда. Ну, и там мы видим, что Спидак докупает себе 5-7, если я не ошибаюсь, и флешечку. Ну, и в целом, если раунд этот проиграет, то дальше у Немиги будет бай. И в этом, в общем-то, тоже есть оружие. И это оружие было у Лоллипопа, как минимум. Он погибает уже в шарте. Был сам там, без прикрытия, без гранат, без саппорта. Но обратите внимание, как раздемажил соперника. У Мэджикса 12, у Виктора 29. Ну, и дисциплинированная игра от Спирит. Опять же, выход на лонг. Пятером они здесь. Молик на машину. Ну, что будет делать Немига? Бокс будет делать, я знаю. Бокс. Хочет жить. Как же он хочет минус сделать? Ему нужен минус. Ну, всячески пытался. Попадает по одному сопернику. В итоге три красных у команды Спирит. Но ситуация 5 на 3. Подсадка же ее будет или нет? Это слишком очевидно, наверное, сейчас будет. Именно эта подсадка. Спирит тихонько проходит подсмоки на аплэнд. Откидывается молотов. Сейв. Шорт. Получается так. Получается сейв. Но надо как-то... Ну... То есть вот эти сейвы сейчас от Немиги, это единственное, чем они могут, знаешь, поддушивать Спирит. Ну, единственное, да? То есть... Да смотри, они сохраняются... Вот какие девайсы сохраняются? Скаут и Фомас. То есть, знаешь, ты на Дасте хочешь видеть, наверное, М-ку там, например, снайперскую винтовку. Я про ВП говорю в первую очередь. Юр, ну это понятно. Но я имею в виду, что все равно это для экономики плюс. Ты понимаешь, что это все равно оно... А я тебе говорю, что это больше провокация, потому что тебя это заставляет докупаться. Полноценного оружия ты не покупаешь, потому что по-прежнему у тебя маленький лос-бонус. И вот только так агрессивно действуя спидак, да ладно, уже троих забрал. Подобрал АК-47. АК-47, вот. АК-47, хорошо. Это девайс пригодится. Просто IQ333. Пришел. Это какой-то берстерк мод был только что. Бомба уже орет. Приходится скаутом, ему что-то пишут. Ему пишут по-любому какие-то матюки в чат. Говорят, ты, подонок, что ты творишь с нами? Да, но это было дерзко. Очень дерзко. Но при этом, по крайней мере, для меня это оружие, которое было, наверное, лишним. Вот сейчас появляется снайперская винтовка, при этом он тиммейту отдал АК-47. Да, да. Вот так хорошо. Когда ты сейвишь скаут и фамас, ну да, это по-прежнему скаут, мы знаем, можно там попадать в голову. Но это не то оружие, на которое ты можешь полагаться на 100%. Если оно было бы таковым, то брали бы скаут, а не АВП. Итак, 3-2, драконы уже впереди. Драконы уже впереди, драконы уже на коне. Они почувствовали силу на своей карте и постараются, ну, точно так же, как, наверное, и в первой встрече в рамках нашего турнира, доминировать над белорусской Немигой на втором Дедасте. Пауза у нас, судя по всему, от Спирит. А, кстати, непонятно от кого. Обычно у нас, когда пауза от какой-то из команд, таймер подсвечивается цветом команды. Ну, возможно, какие-то технические проблемы у коллективов. Может быть, да. Отмечаем работу. Работу, проделанную по нашему худу. Худ топовый тут. Вопросов нет. Очень нравится. Так, ну, таймер пошел уже у нас. Обратный отсчет в этом раунде. И давайте смотреть оружейный. Что по занятию длины? Вот это важно. Я вижу, что там активно у Спирит бегут занятия коробки. И три игрока у Немиги. Сейчас будет файт на ланге. Ой, это не файт. Это Мэджикс. Это просто Мэджикс, который берет с первым распауном палку и вырубает Лолика. Да, это Борька, который наказал Валипопа. Красава, Боря. Боряныч. Просто молодец. Четыре в пять. Не самое лучшее начало для защиты. Ну, вот теперь ждем включения, наверное, от Спидака. Он себя еще не проявлял со снайперской винтовкой, а именно с АВП. Когда, если не сейчас. Стяжечка драконов под Б-плент. Смотри, Немига не читает. Даже не подозревает об этом. Ну да, они стабильно укрепили позиции Аплента. А вот у МДС сейчас будет план Капкан. Хотя, посмотри. Раскидка Б. Хорошо, что дальше? Неужели это будет выход в мин? А, нет. Это Зигзаг. Это Зигзаг. Кстати, почему? Ну, очень сложный раунд. Очень сложный. Да, это правда. Выход через шорт будет. Да, тут молик флешка. Бокс. Какая хаешечка! Да, на самом деле так неплохо. Он надамажил. Смачок может быть очень поздним. То есть где-то максимум секунд 10 его нужно откидывать. А вот он и откидывает смачок. Начинается заход. Команда Spirit. Бокс играет на спуске. Будет хелпа. Здесь два игрока. Получают также под себя молотов. Флешка в небеса. Ой, слепые. Как же долго? Там Эдекс будет. Сейчас дабл будет. Нет. Спидаг с длины подстраховал тиммейта. Бокс также должен был погибать. Бокс продолжает играть с нулем. Ноль фрагов. Три ассиста, шесть смертей. Ну вот он сюда проснулся. Понимаешь, он пикает в той ситуации, когда есть по нему инфа. То есть он лезет. Знают о том, что два. Ой, что ли, Спидаг. Спидагу нужно сейвить. Но это будет очень сложно сделать. Один в четыре. Спидаг здесь не мажет. Идет душка длины. Нет. А даже спидагу через коробочку пойдут. Да, здесь был он в спине. Тиммейт приходит на помощь. Постарается закрыть и выбить оружие из рук очень опасного снайпера. Спидаг. Ай-яй-яй. Ноу-сколл промах. И четвертый раунд для команды Спирит. Четвертый раунд для команды Спирит. Немига после взятого пистолетного раунда. И, скажем так, взятого экономического. Но пока что в атаке особо, точнее, в защите особо не блещет. А ты не обратил внимания? Была флешка, вот Спидаг сделал минус. Накидывал он туда флешку или бокс просто врывался по ситуации? У него, не помнишь, да? Там, может быть, с КТ даже летела флешка. Выход на лонг у нас сейчас в начале раунда. А тут четверочка игроков. Так, контр-вырыв под флешку. Постараются продавить. Красный остается мир. Забрали. Санда Янга. Ну и что? Ну, три в три. Правда, пистолеты без арморов в большей степени... А, три в четыре, прошу прощения. Я там не заметил у мира три хп. Ну и здесь Мэджикс играет за коробочкой и просто уходит. Ну и Спирит будут сейчас долго разыгрывать раунд. Будет перегруппировка. Возможно, какой-то выход более поздний на шорт. Может быть, плюс мидл. Как-то так. Ну и МДС поджимает коробку. Говорит, ребята, здесь никого в ближайшее время не будет. А может быть, даже слышал мид. Не исключено. Миру отдали АВИК, да? Кстати, тоже правильное решение. Он красный. А дисбаланс поделился снайперской винтовкой. И Спириты проходят через платформу на АА. Грамотно, грамотно. Все осмысленно. Хорошо. Ну, задача драконов закончить этот раунд с минимальными потерями. Собственно, они ее и пытаются выполнять. Прекрасные текстуры на карте ДАС-2. Юр, сколько машин на Даст? Четыре. Пять. Ты будешь так до десяти считать? Я на Б забыл машину. Шесть. Шесть. Ну, длина, карман, терровский спаун. А, еще и под. На Титанике две, да? Ну, на Титанике две машины. Да. Вот я нижнюю не посчитал. Ты в медле считал машину? На Б считал? Считал. Вот когда сказал четыре, не посчитал на Б. Когда сказал пять, не посчитал под нижним на Титанике. Так, мы что, по тачкам? А у тебя какая круче тачка? Ну, не знаю, наверное, та, которая чаще юзается. Ну, Мерин, походу. Походу, Мерин на Длине вот там. Сегодня там было незаконное убийство. Тоже мы смотрели. Матч с Сашей первый у нас. Винстрайк против Хард Лиджин. Достаточно интересный в целом получился. Вот нам показали, да, тоже машинку. Пять-два. Спирит пока ведут на карте ДАС-2. Но Немига, я уверен, еще свое не сказала слово. Кстати, два АВП. Джио и Спидаг. И, вероятно, раннее занятие длины. Пострадал там МДС в начале раунда. Так, Виктор. Ой-ой-ой, как же здесь Борис сыграл отлично на саппорте. Лолипоп. Ну, и есть размен. Спидаг делает также минус 3 в 3. Но все-то мы прекрасно понимаем, что это хороший размен для атаки. Огромное количество дыр появилось на втором ДДАСТе в защите у Немиги. И, собственно, ну, драконы показали, что постразменные ситуации для них это комфортная, скажем так, среда, в которой они с радостью готовы оказываться. И, ну, собственно, даже по карте на первых таймингах мы видим, что это стяжка по два зуба и попытка сплитовать одного игрока. Это МДС, но этот парень может. Да, он может. Сейчас тайминг не самый для него хороший. Он начинает двигаться, сомневаться, выбирает позицию получше, занимает в итоге хорошую точку. Здесь он может дать минус, как минимум. Если даже разменяется, будет уже неплохо. Так, видит. Раз. Иди сюда. Но второго также надо выключать, нет? Виктор отвечает хэдшотом. Мира. Айдис Бэлл, он спромахнулся. Жио попадает с ВП один на один. 35 секунд хэшечка. Нужен девайс, понимает этот Жио, откидывает АВП, это похвально, и смок в никуда. Смок перекрыл сам себе Вижен этим смоком. Ну и теперь ждет риск. Но это байт на то, что он пошел в тэшку. Это то, что должно заставить Виктор развернуться и... Сомневаться? Ну да. А Виктор не сомневается. Да, Виктор не сомневается. Без каких-либо шансов оформляет третий минус в этом раунде. Ну и забирает шестой для Спирит. Нет денег у Немиги. Ну и коэффициент, мы видим, просто в горы отправляет. Да, потихоньку будет расти Кэфф, скорее всего, это победитель на второй карте. Спасибо по рематчу. Также напоминаю, что баннер по трансляции. Кликайте, и если вы делаете первый депозит, получаете к нему стопроцентный бонус. Жио со скаута уже здесь отмечается, но не попадает. Не в ту сторону. Не в ту сторону, да, отмечается. Так, прострелом мы идем с Бэлланс. Вторым прострелом добирает Жио. Ну и пистолетики остались, у Немиги. Заняли ребята из Спирит Зиг быстро. Вот минута 30, да, и у них уже Зиг под контролем. Там особо не было драки от Немиги. Врыв под флешечку планируется от Лолипопа. Так. Лолипоп. Пикает Зиг. Нет. Оставляет он там Бориса красным, но и бокс мы тоже видим. Его здесь выгоняют, падает. Также МДС в медле. Спириты просто разрывают. Просто разрывают. Да, фулл контроль на втором дедасте от команды Спирит. Действительно. Серия семи ровнов подряд. Серия из семи подряд. Но пока интриги у нас здесь не просматривается по счету, по игре. Но хочется, хочется, чтобы был матч чуть поинтересней. Ну и отметим действия Спиритов. Кстати, а я сейчас гляну, за какую сторону в первой игре драконы обижали Немигу на втором дедасте. Так, там достаточно активная раскидка в медле. Также раскидка пода. Ранний выход на эту позицию отменяет бокс. Падает там мир. Дальше пошел активный выход через шорт от сам Дайянга. А, кстати, никого нет. Спидак может пропустить. Но Спидак не мажет. Боже, как же он хорош. Как же он хорош, но не в этом случае. Тут уже 5 в 3. Ситуация. Нужно Немиге забирать этот раунд. Спиритцы решили сыграть быстро. Чек на длине от Бориса. Борька делает два минуса в упоре. Уже 3 в 3. Ситуация это переворот от Спирит. Немига вынуждена делать ретейк. Что происходит по перегруппировке? Есть Молотов. Есть Смок. Есть Флешки. Есть Дефьюз Киты. Это самое, наверное, важное для команды Немига. Нужно быстро двигаться. Айдис Беллент в этой ситуации не мажет. Один идет через КТ. Айдис Беллент забирает еще и бокса. Чоппер делает минус под Шио. 3 в 5 была ситуация. 3 в 5 была ситуация. Да, ничего не получается у Немиги в этом раунде. Казалось бы, такое шикарное начало. Тот самый бокс, от которого мы требовали, ну, наконец-то, включиться. Он это сделал. Спидак также подобрал одного. Ну, а вот дальше с выбиванием, конечно, абсолютно не пошло. И Дисбеллент разбирается со своими соперниками. Ну, и победа гарантирована драконам в атаке. И, Лех, вот как и говорил, посмотрел. Плохие новости. На прошлом Дедасте доминация спирита как раз-таки была за сторону контакт-террористов. То есть именно там набрали львиную долю раунда. А в атаке уже, собственно, расставили все точки над «и». Твой вердикт? Ну, пока что бесперспективничок нарисовывается. Но не хотелось бы. Честно, хочется верить, что не... Вот знаешь, ведь вчера против Na'Vi что-то подобное мы наблюдали. Вот как-то начало было однокалиточным, а потом в какой-то момент включение произошло. И с этого момента мы уже действительно переживали больше зарожденных побеждать. Нормально там бокс ляпнул с FF7. Magix открывается на шорт. Тут есть размен, опять же, плюсовый 3 в 3. Ну, плюсовый был в какой-то момент для Немиги. Бомба все еще не стоит. Чоппер слышит коробку, пропускает двоих. IQ play. Да, без шансов. Ну, это в однокровии, да? Он слышал двоих, первого пропускает и двоих, выстроившихся в линию, забирает без каких-либо проблем. МДС последний хочет отдаться Чопперу, да? Хочет. Говорит, Леня, Леня, ты мой. Или я твой. Ну, тут уже сами додумайте, как вам нравится больше. МДС пришел на лонг, я так понимаю, здесь в попытке найти фраг. Мир неумолим. А-а-а! А-а-а! Это не считается. На Дастине 6 машин? Это не считается. Почему? Потому что за текстурой основного мира. Ну, ты же не можешь подойти и присесть на машину. Ну, только если ты об сервера можешь пролететь только так. То есть я думаю, что многие на самом деле не знают о этих машинах. Это тайный гараж. Олигархи в студии. 2-9. 2-9. 9 подряд. Серия команды Spirit. Ну, и кто-то вылетает. Кто-то вылетает из белорусского коллектива. Ждем его скорейшего возвращения. Джио. Где? Я не вижу. Еще одна машина мне подсказывает. Это тележка. Первобытная машина. А, ну да, тачка. Это тачка, которую я к велосипеду цепляю и езжу на базар за овощами и фруктами. Да уж, не позавидуешь сейчас команде Немига. Очевидно, что 7 раундов разрыва это, возможно, не то, на что они рассчитывали. Ну, сейчас будут деньги. Будут деньги и будет ли позитив. Что в целом не получается, наверное, у Немиги, так, ну, на вскидку, это не получается контрить лонг. У них обычно там размен плюс-минус не в их сторону. То есть иногда, если 2 в 2 разменяется, это еще неплохо. Но потом, как мы видим, спириты очень уверенно разыгрывают подобные ситуации. В очередной раз выход на лонг. Там пока только Джио с АВП. Выстрел в некуда. Получает под себя смог и флешку. На секунду он задумался, стоит ли идти дальше. И сейчас его просто могут не простить. Отпускает каким-то чудом. Джио выживает в этой ситуации. Спирит занимает быстро лонг. Так, оставят, вероятно, здесь игроков какое-то звено своей команды. Ну и Немига, как мы видим, решили подпушить мид. Это, кстати, неплохое решение. Но, опять же, дальше они не пошли. Как, собственно, и не пошла команда Спирит, которая кинула первые гранаты. А дальше продвижения нет. В пятером они действуют на лонге. Ну и, к слову, Немига уже обороняется вчетвером на базе А. Да, ну вот знаешь, как-то без каких-либо изменений действует Спирит. И вот они просто давят на базу со всех сторон. Давайте на. Давайте на. Здесь все прекрасно получается. Но о чем это говорит? Что атака действительно очень круто разобрана. И, ну, это как понимать? В дым, без зума, с какого расстояния только? Да, он просто стрелял в смачок без зума. Тут проблемы у Лолипопа. Однако он справляется с одним. Залил на второго. А дальше как-то в одну калитку. Хаешечка. Нет, Витя выживает. Попытка поставить бомбу. Промах от Спидака. 27% здоровья. МДС соты. Нет дефюз китов. Возможно, нет. Вот валяются на пункте. Мы видим. Ну что, попытаются оформить это выбивание? МДС хороший угол. Он сейчас выбивает. Ай-яй-яй. Ну, все-таки, все-таки. Ну, знаешь, вот постоянно получается сделать какие-то нужные фраги в начале раунда. То есть вот размен есть плюсовый для команды Немига. А дальше вот идет какой-то, я не знаю, драконий клич, после которого спириты собираются. И просто одного, второго, третьего. Можешь воспроизвести. Драконий клич? Да. Блин, вот ты видел Эдварда Билла? Нет? Ну, у детей, по простей, они тебе покажут. Пранки, короче. Вот у него есть крик, когда он кричит, как птеродактиль. Мне кажется, вот это что-то такое. Ну, вот наш режиссер знает. 2-10. 2-10 в одну калиточку. Пока что драконы закрывают команду Немига на втором дедасте. Потому что они показали, что и в защите хороши. Ну, это про прошлую игру. Ну, и точно так же в атаке. То есть тут полная доминация. Действительно, ДАС-2 это карта, на которой драконов лучше не злить. Экономический раунд у Немиги. Пару дюглов, один фармган. Ну, и, собственно, драконы продолжают двигаться в направлении база. На этот раз через зигзаг. Быстро продавили и отжали очень важную стратегическую позицию. Ну, и остановились. Джи-йо. Под б, под б нашел минус. Поджал, он убил чопера здесь. Подвалил Леньку. Да, Спирит уже не первый раз играет так быстро через раннее занятие зига. Там попытались подсадиться ребята из Немига. Вот нам показывают повтор. Картинка в картинке! Кинескоп CC Black. Революционная технология. Так, заходим на флешечка. Сам Дайанг снимает бокса. Лолипоп, кстати, очень опасный у него здесь девайс. Так. Ну, брат, ну ты же делаешь минус. Ну, сыграй мне. Отойди чуть-чуть назад. Не оверпикай. Ну, что это такое? Так, Джи-йо, подожди. Один красный. Второй дисбаланс. Ну, вот со снайпером будет расправиться крайне сложно. Хаешечка. Ну, не сильно раздымашила. Был армор у Джи-йо. Ну, и продолжает быть. Нет гранаты, нет диффузов. Так. Он что, видит пиксель, что ли? Да, видит. Понимает, что второй, скорее всего, на шарте. Нужно дергать. Коктейль Молотова. Но тут практически без шансов. Надо уходить на сейв. Эх. Ну, была героическая попытка до конца действовать агрессивно против снайпера. Но вышел прямо на прицел и, собственно, погибает. Одиннадцатый раунд подряд драконы берут в атаке. Что, пахнет ГГшечкой, нет? Или верим все-таки в Немигу? Ну, смотри, Немига удивляла и не раз. Здесь, конечно, прыти не хватает. В целом, игра у них не складывается. Это мы уже не раз отмечали. Выход на лонг. Лолипоп падает. В очередной раз нет плюсового размена. То есть, очень много дают энтри. Если разменивает Немига, то я отмечал. Просто... Ты понял, что произошло? Сам Дайанг просто лежит смог. Пульку. Это делает стрейф и пускает короткую очередь. Где-то 2-3 патрона. И на эту короткую очередь выходит чел с КТ. И он не видит оппонента, а оттуда летит просто. А там Виктор. Сам Дайанг. Красиво отыграл. Попытка поджима от МДС. Ну, казалось бы, провальная ситуация. Тем не менее, чудо МДС выигрывает эту перестрелку. И сохраняет шансы на взятие этого раунда. Там мир скорее зафейлил. А вот МДС не дочекал. Как это говорит Саша? Формальный чек. Так. Пошел заход. Спидаг. Будет ли здесь тоже какой-то красивый фраг? Все горит. Бокс открывается на машине. Но ничего не получается. Ничего не получается. Стрельба не идет. Спидаг попадает в этой ситуации. Это колоссальное умение, когда ты проигрываешь со счетом 12-2, отыгрывать в плюс. И ломают твою позицию. У Спидага 13 фрагов, по идее, 11 смертей. Он опорник Ап Ванта. И он сражается. Да. Да нет, как-то нет. Нет бокса, нет Джио. То есть у МДС особо нет работы, так как он Б держит. Что? А, ну... Прострельщиком. Соскара, да. И еще и посмотри на Джио. На его хеллспоинт и глянь. Да? Беда. Это Скаут, который остался один, будучи опорником Б-Планта. Неплохо вроде бы раздемажил выходящих на базу Б-Драконов. Но что поделать? Б-План занимается, бомба будет установлена. И как все это дело выбивать, я, если честно, даже не представляю. Был мини-повтор в левом экране. Я считаю, что это next level observing. Просто я такого никогда не видел еще. Так уже на протяжении всего карты Мираж мы там пару раз наблюдали. Ну, вот, наверное, сегодня первый день, когда я увидел этого. Не знаю. Именно повтор я имею в виду. Я не имею в виду, когда в спину заходят. Потому что бывает, когда показывают фланг. Три в четыре. Будет выбивание. Два через Т-шку. Три через Т-шку. Там два красных. Там два красных. Пять и семь процентов здоровья. В спину заходит Мир. Ликвидирует первого. Ой-ой-ой-ой. Дальше сам Дайянг развалил еще парочку игроков команды Немига. Ну и, собственно, 13-2 погром. Просто погром. Они зашли на второй дедаст. Ворота открыли с ноги. Ну и, собственно, Немигу этой ногой прижали. Пистолетный раунд практически гарантирует победу. Спиритом на своей карте, но Немига, я не знаю. Мы, конечно, с тобой, Леха, видели немало камбэков с разных щитов. 1.14 и 0.15 бывали и такие. Но слишком уверенно. Слишком уверенно действуют Спириты. Так, поставьте Немигу в чат, если вы верите в камбэк Немиге. Быстрый проход у нас через лон. Две флешки. Даже ты в камбэк не веришь в камбэк. Ой-ой-ой. Мэджикс! Вот это опять-таки залетает. Ну, Борис, настоящая бритва. Бокс включается, но слишком поздно. Слишком поздно. 14-2. Нет денег у Немиги. Ну как, они есть. Но их очень мало. Помнишь, на Мираже я хвалил пистолетные раунды Немиги? Ну, кстати, здесь тоже была идея. Был смог на просвет. То есть 5 лонг. Ну, в общем-то, уже, наверное, вопрос не в пистолетном раунде. Ну вот, видишь, нельзя было ни в коем случае проигрывать свой мираж. Потому что на Дасте, как доказывают, спирит и шансов, ну, не особо много. Три игрока в нижнюю тэшку. Бомба под базой Б. Именно так постараются разыграть этот форс-раунд ребята из Немиги. Мир под воротами. Уже забирает спидака. Размена не последовала. Ну и Мир, собственно, уходить не собирается. На пару сейди с бэлансом забирают МДСа. Три в пять. При этом никто не пострадал. Полный контроль. На карте ДАС-2. Чоппер Зигзага забирает волейпопа в нижние тэшки сам. Ой, да Янг хоронит Жи Йо. Ну и, собственно, бокс. В одну калитку. Пять стопроцентных игроков команды Spirit. Беда. Тринадцать матч-поинтов для Spirit на втором ДДАС-е. Худший сценарий для болельщиков, худший сценарий для зрителей, конечно. И абсолютно отсутствие зрелищности в матче Немига очень нетипичное. Это же, понимаешь, команда своими действиями просто уже приучила к тому, что всегда есть напряг, всегда есть интрига, куча крутых решений. А тут просто все валится с рук. Просто валится. Но опять же, да, возьмем и просто озвучим квартет, в котором находится команда Немига. Да, то есть это Virtus.pro, это Na'Vi, это Spirit. И это Немига. Это заслуженное, хорошее, красивое четвертое место. Собственно, с чем мы и поздравляем сейчас с проходом дальше, конечно же. С четвертым местом я поздравляю ребят из команды Немига. А вот Spirit показали, кто в доме хозяин, показали хорошую содержательную игру, не без проблем забрали карту The Mirage. И сейчас вообще исключительно чистый, исключительно Counter-Strike, знаешь, к которому у тебя нет вопросов. То есть у тебя просто нет вопросов, потому что все было сделано исключительно.